снежку под накидала нам за последнее время вчера сосед немножечко разгреб въездной путь что умер там все хорошо холодно минус 5 пацаны мои бастуют не хотят никуда на улицу ходить как иногда выйдут сорок погонять или сороки их погоняют любят они их ух зато как забавно следочки ушастиков моих следочки следочки на снегу сейчас гуляем начало ли льдом нет в этом рукаве льда пока нету но уже немножечко меняется состояние воды что-то такое сверху такое немножко по-другому выглядит мне очень нравится вот эти естественные оттенки такие что-то черное серое стальное голубой холодный голубой цвет просто вот хочется что-то сделать в таких цветах свалять какую-нибудь штучку себе мне очень нравится как украшен наш бломбстер бутик это цветочный час всякие еловые штучки крансики то бишь веночки народ опять попарковаться бог на душу не положит пошла работать работа работа на меня иногда такая тоска нападает на работе вот просто вот ну невероятная потому что сейчас объясню ситуацию пришел человек заказал большой бургер без ничего только с беконом хорошо я говорю может что-то хотите еще да говорит игры может картошку да картошка может быть что-то попить нет нет он значит вставляет карточку в этот самый в держатель и я вижу что у него один бесплатный бургер по карточке я значит у него спрашиваю если вы хотите я могу уменьшить приз вот этого большого бургера за счет вот этого медиума который у вас есть то есть ну как бы хочешь сделать человеку приятное он значит стоит чешет репу нет я у него ну значит нет я говорю ну если хотите я возьму медиум с сыром и беконом ну я значит стою поубирала все лишние эти самые пункты которые он не хочет еще нажала значит на этот самый на бесплатный этот нет я говорит возьму бесплатный ну хорошо я значит нажала и забрала этот бесплатный бургер ну то есть ты его выделяешь и делаешь его бесплатно я значит забрала этот бургер начала готовить ну то есть получилось скажем так я не совсем смогла получить от него оплату потому что он что-то там нахимичил и наша касса не сработала и я в общем с учетом того что я этот купон уже забрала я просто выбила 22 кроны то что нужно было 22 кроны это разница между тем что было бесплатно и платно ну так вот в общем делаю я этот бургер медиум получается бесплатный с сыром и беконом подаю ему а он мне говорит а где 2 я говорю так вы же отказались от 2 от большого нет я 2 большой тоже хочу я говорю ну тогда вы должны оплатить еще 2 потому что я взяла с вас плату только за 1 вот в общем он оплачивает 2 с беконом я ему подаю и он уходит и тоска такая меня обуревает от этого всего думаю я же тебя спросила вы хотите заменить да вы хотите это самое да нет нет да да нет нет да в конечном итоге игру будет тогда медиум с устом и сыром ну вернее уст это сыр с сыром и беконом до 22 кроны платите ну заплатил 22 кроны вот ты шо не понимал что я это сам ой вот такая так вот такая у меня безнадежная черная тоска вот и вот такого же очень много ты спрашиваешь у меня вообще когда-то была такая ситуация меня клемманула потом последние было очень много людей и один значит зашел и говорит мне пожалуйста два больших ну к примеру супер бургера но вот супер бургер это точно супер бургер это уст веке декан и значит туда два разных дрессинга дрессинг этот соус и и он не значит говорит два больших супер бургера этот второй без сыра и бекона а это же разная стоимость я значит убираю 2 все это убрала значит у него спрашиваю значит игру первое у вас супер совсем сыр и бекон а второй без нет второй супер бургер и совсем я опять набиваю этот супер бургер большой сыр бекон и значит игру что вы хотите по по нему ну то есть там кто-то говорит я не хочу помидоров кто-то я не это самое у меня опять повторяет два больших супер бургера и этот 2 без ничего без сыра и без бургера я опять убираю 2 без сыра и бекона я говорю значит вы хотите один супер вот так и так второй без нет я хочу два бургера а второй без сыра и бекона я говорю так вы же сказали сыром и беконом нет я же вам говорю без сыра и бекона я грунток вы должны как-то определиться или один один значит у вас с этим самого 2 без нет 2 это самое а тот 2 без сыра и бекона я думал мне мозги сорвут я потом а потом думаю стоп я у него спрашиваю сколько всего бургера вы хотите 3 а вот тот 2 без сыра и бекона и я и конечно все это сделала отправили как говорится видеть с богом а уже где-то под конец этого самого смены я как раз мальчиком работала тогда под конец смена уже пришла моя напарница у нас тогда был этот самый оверлап это назначена кладка что она приходит раньше а я работаю чуть больше то есть мы можем передать какие-то новости там это там то порезать там не порезать в общем какие-то такие свои эти самые домашние заготовки а вот что-то делать что не делать и я значит стою что-то я делаю что-то я делала то ли я уже что-то домывала уже собиралась уходить и я слышу что она пробивает супер бургер а он идет автоматом с сыром и беконом с двумя этими соусами она он говорит значит этот покупатель мне говорит супер бургер с сыром и беконом а нет мне говорит супер бургер без сыра и бекона и у меня сносит крышу я начинаю ржать то есть я моментально всплыло вот эти два супер бургера и этот 2 без сыра и бекона я начинаю ржать я начинаю жужжать настолько сильно сильно и громко что у меня начинает течь слезы в общем слезы текут коллега который был со мной этот мальчишка он понимает эту ситуацию потому что я тогда я рвала и металла думаю неужели было трудно сказать что у вас три бургера в общем срывает у меня крышу я рыдаю я просто хохочу и рыдаю одновременно и тут значит я вижу у нас в конце этого самого вот там вот вот эти кофе автоматы вот там вот вот эти кофе автоматы в самом низу я значит вот здесь вот стою слышу эту ситуацию и а там значит женщина бьется в истерике я не могу получить кофе сделайте что-то чтобы получить кофе я значит начинаю движение туда к ней а у меня ржу и льют слезы а значит на меня смотрят огромными такими глазищами что с вами что сам я говорю не беспокойтесь не беспокойтесь я просто переработала я значит тут ржанием и слезами на глазах это забираю там выкидываю весь этот мусор который там у нас наполняется специальной емкость от сухого в общем когда вы же от отжима от кофе я значит все это вынимаю выкидываю ставлю назад пожалуйста будьте любезны в общем я так думаю что тетку я напугал окончательно бесповоротно в общем больше я ее не видела на наши бензоколонки мы иногда тоже это перерабатываем но это было у меня единственный раз такой когда вот я смеялась громко я не могла остановиться то есть это наверное какая-то истерика была и льются слезы ручьем то есть это ужасное зрелище конечно работать с людьми на бензоколонки когда все спешат и так далее и тому подобное случается очень много казусов и но если смешно то смешно как примеру снова но иногда бывает настолько раздражающие ситуации что ты просто ну никак не а ты вот ты просто закипаешь потому что ты пытаешься как-то сдержать себя чтобы не сказать чего-то какому-то человеку все что ты о нем думаешь и девчонка разговаривала на эту ситуацию по типу ребята как вы вот вот когда вот такие вот ситуации случается что вы делаете мы говорит это самое боксируем по бутылкам вот эти пластиковые бутылки они приходят в упаковках я тоже начала ржать игры да я тоже она вроде как вот боксанюш по этим бутылкам они относительно мягкие но и упругие то есть ты как бы и руку не не повредишь то есть кулак не это самое но и вот эмоцию выдашь на гора потому что иногда вот крышу сносит просто вот от некоторых товарищей это это просто невероятно и главное вот я обращаю внимание что некоторые просто приходят специально вот чтобы выгавкаться такое редко бывает да редко но прям вот вот уже как залезет как под кожу под сердце потом нужен вот поэтому если никого нет в магазине я просто так открываю розы ару громко-громко совсем доли со всей силы знаете помогает вот это вот это вот снимает вот это зажатие вот в сердце ну вот это вот это все и как-то так через 15 минут 20 легчает и ты уже муж это с приятной улыбкой встречать следующих покупателей вот и уже как это отлегло от сердца но иногда вот бывают такие случаи как со мной тогда рыдающий и ржащие одновременно кукутики 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 холодно минус 6 плюс машина промерзшая забыла я что-то хотела поставить машину на этот самый на разогрев перед поездкой домой напала на меня неприятность зараза это ж надо было вот и вообще честно говоря мне очень крупно повезло потому что я уже все сделала все закрыла магазин то есть и думаю сейчас я быстренько ну там у нас есть определенная процедура которую мы делаем под конец в общем там если ты что-то купил ты оплачиваешь там нужно сделать лагерь вестеринь лагерь вестеринь это в общем те вещи которые у нас остаются несъеденными их нужно определенным образом обработать на кассе то есть сказать что они выходят из употребления то есть пакеты и всякие эти рогалики и прочее древней я начала начала делать ну то есть как бы это там же шумуешь и одновременно делая что-то на кассе там доделать я пробила то что я съела а вышел один чек я не нужно нажать две копии одно себе я оставляю вторую то самое а он мне пишет что чек уже выдан копия уже выдана я полезно смотреть а там что-то какое-то непонятное напечатано в общем получилось что полтора чека я все это отгребла попробую что-то другое сделать нет пишет механическая ошибка у этого принтера а мне нужно еще было все я думаю хорошо что собственно это нам не случилось именно на оплате потому что если бы я это делала через лакер и стерень это получилось что именно сам сколько каких вещей в общем-то это уходит из употребления как там называется по-русски я не знаю честно говоря вы знаете когда вот вещи которые вот сегодня уходят из употребления завтра их уже использовать нельзя и они изымаются из они изымаются из ну как бы из системы когда не работала в россии или на постсоветском пространстве то есть как это называется по русски не знаю в общем специальный чек и хорошо что наверно случилось на мне я смогла открыть вторую кассу и на ней сделать этот лагерь и стерень то есть все что уходит в этот самый заправиться 16 сколько 28 так когда мне в пятницу и получилось так что я смогла это сделать на второй кассе а не могу закрыть свою смену потому что принтер не работает получается что бобик сдох вот так что написал такую петицию не знаю насколько меня видно тут поэтому не знаю что там завтра будет во всяком случае откроют вторую кассу и смогут работать на ней вот такая вот фигня и собственно я очень рада что это случилось уже после закрытия магазина и вот я вышла даже позже чем обычного позже обычного и хотела машину прогреть и не прогрела в общем поэтому приходится сидеть дольше но она еще не прогрета поэтому я еду вдоль магазинов когда мотор начинает работать лучше запускается тогда и быстрее работает вот это обдув этот поэтому день сегодня конечно был зашибись вот единственное так один мальчик сейчас я здесь тормозну так пока меня видно и машина прогревается значит такую историю пока она встретится я что-то была в таком раз таких расстрепленных чувствах из-за вот этого товарища что то вот с ним все время какая жаба происходит вот самое натуральное вот как бы он не пришел я у него всегда все спрашиваю и вот так и левая правая зеленая правая дын-дырен-дырен-дырен но все равно всегда какая-нибудь жаба получается вот я вот в таких растрепанных чувствах но потом наговорила значит это все мне немножко попустило потом значит зашел мальчик он он обычно всегда спешит куда-то я не знаю что там такое было но ему лет ну может 18 ну не больше 20 я помню его когда он еще совсем мальчиком был в школе ходил ну там они там устроили небольшую эту короче не буду я рассказывать что они там устроили но после этого он как бы взялся за ум он так это ушел от той компании и пацаненок это понял что не надо делать такие вещи и он значит это сам он всегда последнее время забегаю там быстрее быстрее вот этот вид вот эти сосиски и я быстренько ему пробила не он побежал набирает эту чашку кофе которую у нас постоянно есть значит это но этот кафе автала кофейный договор который он значит набивая набирает это кофе а я же ноги я чуть быстренько дрон 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 навантажила ему это самое положила сосисочки быстренько быстренько и вот пока он там значит это самое кофе брал я уже все подготовила уже все лежит его ждет подскочил к это это самый к этим сосискам посмотрел он высокий такой худенький высокий ты такая молодец он так это сердечно сказал я чуть и чуть не расплакалась спасибо приятного аппетита и вот так было видно что он спешит что у него нет времени ждать а тут уже подбежала уже все готовы уже можно хватать и бежать мальчик сделал не мой день пока я рассказала практически и машина моя стекло до до грелась так что еду я дальше всем а чё ты вылез на такой мороз а чё ты вылез пойдем быстрее попа замерзнет у меня тоже пойдем 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 нечего тут торчать пойдем почту забрали и хватит пойдем мы золотой